К нашему эфиру прямо сейчас присоединяется Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, приветствую. Мы, как всегда, рады вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброго вечера. Александр, смотрите, после того, что случилось возле Бердянска, после того, что случилось под украинским временно оккупированным Луганском, появилась информация, что из-за успешных действий вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты К-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской противовоздушной обороны. Давайте объясним простым языком для наших зрителей, что означает сам факт того, что данные вертолеты используются издалека, и говорит ли это об эффективной работе вооруженных сил нашей страны. В целом, К-52, стоит отметить, что это на сегодняшний день, пожалуй, самый успешный вертолет, который был принят на вооружение российской армии после распада Советского Союза. Поскольку вертолет Ми-28 себя не оправдал от слова совсем. Это выброшенные на ветер деньги, бюджетные средства, которые получили еще и оборонзаказ. Более 100 единиц их было поставлено, но вертолет абсолютно бездарный и дефективный. А вот К-52 – это на сегодняшний день основная рабочая лошадка у российских оккупантов. И именно эти вертолеты, они несут основную нагрузку потерь. За время своего производства, это чуть более, ну это около 20 лет, было произведено для нужд российской армии чуть больше 120 единиц этих вертолетов. Большая часть из них в результате уже как более чем полуторагодовой войны были либо уничтожены, либо повреждены, либо за трофеи. Имеется у нас даже один трофейный К-52. И это все, конечно же, критически сказывается на возможностях применения основного ударного вертолета на сегодняшний день россиянами. И они пытаются его применять довольно-таки осторожно. Хотя те ракетные вооружения, которые имеются в составе его комплекса, они позволяют, ну, например, вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами на расстоянии в среднем 5 километров. Кроме того, их периодически использовали в формате кабрирования для обстрелов позиций наших. То есть это, опять-таки, не заходя в зону риска, обстрел неуправляемыми ракетами, НАРами, в частности, С-8, позиций сил обороны Украины. То есть максимально, максимально осторожно они сейчас пытаются применять вертолеты, которые становятся уже дефицитными для них. Если раньше это было не так, то сейчас да. А заменить их на Ми-28 они не могут. Ми-28, кстати, имеют наименьший показатель потерь. Почему? Потому что Ми-28, как я и сказал, это дефективная поделка, которую, скорее, попытаются продать странам Африки, чем использовать в зоне боевых действий. Ведь там даже в зависимости от погонных условий пилот может попросту ослепнуть, когда он выполняет боевую задачу. Это настолько дефективная, там система управления огнем, комплекс, позволяющий видеть во время выполнения боевой задачи, например, в ночное время и не только. Поэтому Ми-28 мы не увидим непосредственно по линии боестолкновений, а основные ударные вертолеты они экономят. Александр, касательно Атакамсов, благодаря которым и удалось уничтожить эти Ка-52, сначала была информация, ну, во-первых, сначала это был сюрприз, потом была информация, что только 20 ракет, а теперь уже появилась Дмитрий Кулеба в интервью одному из украинских телеканалов, заявил о том, что Атакамсы будут на регулярной основе. Как это, то есть сначала, если батарея там 20, да, если 20 ракет, это одна история, а на регулярной основе эта история другая, плюс где-то была информация, вот сейчас не вспомню, что возможно и это будет дальность не только 165 километров, но и 300. Прокомментируйте эту информацию, пожалуйста. Ну, а почему бы и нет? Как говорится, Атакамса, Атакамсурозинь. У них довольно-таки широкая номенклатура модификаций, и даже если мы возьмем модификацию с кассетной боевой частью, которая была использована по аэродрому в Бердянске и Луганску, то там была боевая часть кассетного типа, и уже по этой ракете есть две модификации, М-39 и М-39А-1. М-39 это Атакамс с 950 суббоеприпасами М-74 в боевой части и дальностью поражения 165 километров, и ЭНС, инерциальным наведением, инерциальной системой наведения. В принципе, этого хватает для материковой Украины и временно оккупированных территорий. То есть Левобережная, Херсонская область, Запорожская область, Луганская, Донецкая область, и этого хватает. Но если мы имеем потребность в нанесении удара по временно оккупированному полуострову Крым, то, конечно же, нам в таком случае нужна версия на 300 километров. И тут кассетная боевая часть, например, которая бы пригодилась по нанесению удару по какому-то аэродрому на территории Крыма, это версия М-39А-1. Правда, там 300 суббоеприпасов М-74, дальность, конечно же, 300 километров, а вот наведение уже не инерциального типа, а GPS, то есть более устойчивое и более качественное, более точное. Поэтому в данном случае, если мы говорим об уничтожении таких объектов, как аэродромы и авиации на них, то, конечно же, кассетные боевые части, ракеты с кассетными боевыми частями, они будут максимально эффективны. Если же мы говорим об уничтожении иного типа объектов, например, склад с боеприпасами, склад горюче-смазочных материалов, штаб бункерного типа, то это, конечно же, осколочно-фугасная боевая часть, то есть совершенно другая модификация ракеты Атакамс. И таких модификаций достаточно у США. Я так понимаю, что наши партнеры, они удовлетворены тем, насколько эффективно мы можем применять эти ракеты. И доступ к другим модификациям не будет какой-то проблемы. Александра, если мы говорим о таком объекте, как Керченский мост, какие бы туда подошли средства поражения? Бронебойного типа, осколочно-фугасного типа. Но в данном случае, даже я скажу так, и Атакамс можно на него и не рассчитывать особо, поскольку тот же самый Storm Shadow или Scalip AG, у которых как раз осколочно-фугасная бронебойного типа, проникающего типа, боевая часть, он вполне может быть использован. Единственное, что сократить расстояние до Крымского моста, поскольку те расстояния, на которых можно сейчас запускать эти ракеты, это предельная зона риска для авиации нашей. А мы дорожим как нашими пилотами, так и нашей техникой, особенно самолетами Су-24, фронтовыми бомбардировщиками, которые являются основным носителем Storm Shadow и Scalip AG. И этих самолетов очень мало. И даже наши партнеры нам не могут их предоставить в достаточном количестве, поскольку в других странах, в которых они эксплуатировались, они давно были списаны и даже порезаны на металл, разобраны. Поэтому единственное, где их можно достать в большом количестве, ну, затрофеить у России, например. Александр, и хотелось бы, знаете, да, идея на самом деле замечательная. И хотелось бы напоследок, смотрите, поговорить с вами о том, что происходит на левом берегу Херсончина. Появилась информация об успехах вооруженных сил Украины там. Мы прекрасно понимаем, что мы живем во время полномасштабной войны. Не все можно говорить. Но вот скажите, пожалуйста, из той информации, которая имеется у вас, есть ли такая, которую можно озвучивать? Я не вижу чего-то такого удивительного в том, что происходит на левом берегу Херсончины, поскольку это обычные среднестатистические действия в формате функционала ДРГ, диверсионно-разведывательной деятельности. Аналогично проводятся схожие операции в Запорожской области, в Донецкой, в Луганской. И на левом берегу Херсонской области такие диверсионно-разведывательные действия начали проводиться сразу же после того, как была освобождена правобережная часть Херсонской области. Да, тогда они были не так заметны. Почему? Потому как абсолютно весь левый берег был оккупирован россиянами. Но одна операция, вторая, десятая, тридцатая, сороковая. И результат какой? А результат мы видим. Россияне вынуждены покидать позиции на левом берегу, на которых их, ну, ночь через ночь, неделю через неделю, но вырезают. Либо прилетают осколочно-фугасные подарки от нашей артиллерии, которая имеет превосходство по высоте с правого берега. И результат? Серая зона появилась на левом берегу. На левом берегу появилась серая зона, которая планомерно разрасталась. И на сегодняшний день мы уже можем видеть, что эта серая зона буквально упирается в Олежки, в другие населенные пункты, подошла к административным границам этих населенных пунктов, городов, сел. И та информация, которая сейчас появилась, ну, например, что там что-то происходит в районе поймы. Ну, да, я этого не исключаю. Но это не какое-то там масштабное глобальное наступление, формирование плацдармов. Это очень уникальная ситуация. Это уникальная ситуация, когда какие-то определенные войсковые задачи войскового типа решают подразделение ограниченного функционала. Ну, например, как подразделение, которое должно выполнять боевые задачи диверсионно-разведывательного уровня. И действительно, это уникальная ситуация, когда, возможно, даже вопрос плацдарма будет решен посредством планомерных, системных диверсионно-разведывательных операций. То есть не про плацдарм, целиком формирование идет речь, или наступление, а именно вот такого вот странного явления, как расширение серой зоны. Александр, касательно обстрелов украинской территории шахедами и баллистикой. Вот крайний обстрел последний, хотелось бы на 19 октября, показал, что шахедов используют все меньше и все чаще прибегают к практике баллистики «Искандер-М» и «Х-59». С чем это связано? «Х-59» — это ракета авиационного типа. Она действует на небольших расстояниях. Скорее, это... Ну, я думаю, что господин Юрий Игнат лучше бы ответил на этот вопрос. Но, на мой взгляд, такими ракетами отвлекают внимание средств противовоздушной обороны, «Х-59». Поскольку они сбиваются, сбиваются довольно неплохо. Что же до «Искандер-М», то это очень дорогая, дефицитная для россиян ракета, и они их используют в тех случаях, когда видят в этом непосредственную надобность. Для них какой-то объект, который они пытаются уничтожить, играет какую-то роль тактического или, как они думают, даже стратегического уровня. Хотя, опять-таки, и даже зерновой хаб, как мы видим, по опыту ударов по Одесской области этими ракетами, для них даже зерновой хаб играет какую-то стратегическую роль, и на него могут потратить эту ракету. Что же до дронов «Камикадзе»? Да, действительно, мы сейчас замечаем то, что растет пауза между налетами данных дронов, и, помимо всего прочего, уменьшается их количество применения. За октябрь было применено намного меньше «Шахе-136-131», нежели за тот же самый период, 19 дней сентября, когда был установлен абсолютный рекорд, или, например, мая. Что лишь говорит, может говорить в поддержку той версии, что сентябрьский рекорд, он стал следствием накопления боекомплекта за июнь, июль и август. Поэтому, конечно же, дождемся завершения октября, но, на мой взгляд, есть основания, полагаю, что речь идет не о феноменальном наращивании производства, а о том, что они стараются накапливать количество дронов для того, чтобы совершать какие-то, в какой-то из месяцов, достаточно массированные налеты и делать более такой пиковый террор. Александр, мы вас благодарим за эту обстоятельную беседу. Как всегда, были очень рады вас видеть и слышать вас четкий анализ. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Благодарим. Спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует...